Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Итак, друзья, давно, давно не выпускал ролики, посмотрел последний раз, ролик вышел около месяца назад. В прошлые разы я вам обещал, что вот, сейчас все по времени восстановится, мы войдем в нужное русло, ролики будут на постоянной основе. Время, надеюсь, вот это вот все-таки подошло уже, вот, поэтому ролики будут на постоянной основе, как на этом канале, так и на игровом. Но, в любом случае, пока у нас не выходили ролики, каналы я не забрасывал, как на этом канале я стримил, так и на игровом. Кстати, кто не знал, у меня есть второй игровой канал, игровой канал RNT, ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно, игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, давайте сегодня пробежимся по матчам, которые нам предстоит сегодня сыграть. Их, как минимум, сегодня у нас шесть. Если мы пройдем Тоттенхэм, вот у нас домашняя игра в кубке Англии, если я не ошибаюсь, это стадия 1-8, то где-нибудь вот этих чисел, мне кажется, там все равно перекроют как-нибудь расписание и добавят, мне кажется, матч. Потому что вот между Норвичем и Лестером у нас 10 дней отдыха, поэтому мне кажется, вот где-то вот здесь вот могут числа 25-го поставить. Дальше, матчи в чемпионате, это Бернли на выезде, это дома против Ньюкасла, это домашняя игра против Валериала. Напомню, что правила вы снова гола убрали, но мы все-таки забили три мяча на выезде, поэтому будем бороться против Валериала. Ну и также Норвич и Лестер Сити. Ну и планирую отыграть вот как. На данный момент пока что, вот где 6 матчей, не знаю, там уже будем смотреть в зависимости от прохождения в турнирах, либо Кубок Англии, либо Лига Чемпионов. Но с Тоттенхэмом, Валериалом и с Лестер Сити я, скорее всего, буду играть первым составом. Вот с Бернли, Ньюкаслом и с Норвичем вторым, поэтому вот как-то так. Итак, домашняя для нас игра, Кубок Англии. Прочитал комментарии под прошлым роликом, просили все Маунта поставить вместо Зьеша, но действительно, у Маунта повыше оценка идет, не оценка, а рейтинг 85-й у Зьеша 84-й. Также я поменял Аспиликуэту, поставил в первый состав на центрального, центрального прям защитника. И поменял его местами с Тиаго Сильвой, и теперь Тиаго Сильва у нас капитан второго состава. Мог, конечно, и Кристенсена поставить, но Аспиликуэту все-таки 83-й рейтинг, и там уж очень много Сильва потерял чисто из-за возраста, наверное. Поэтому вот как-то так, вот таким составом мы выходим. Состав Тоттенхэма на ваших экранах. Деруна я вижу, и Коне. Все остальные вроде те же самые ребята. Поехали. Итак, Челси против Тоттенхэма. Лондонское дерби в матче 1-8 Кубка Англии. Начинаем. Спросим у Девинсон Санчес. Жоржиньо и Ромелу Лукаку. Отлично. Вторым буквально своим моментом Челси забивает. Два хороших момента было у Тоттенхэма, но как-то вот реализовать момент свой получилось именно у Челси. Гороки лондонского Челси. Харри Кейн. Харри Кейн. Вот она, контратака сейчас. Одна из возможных. И все-таки перебрасывает Кейн. Все-таки зря вышел я вратарем. И на 45-й минуте в самую раздевалку. Тут в любом случае, мне кажется, шансов было мало спасти. Но вот. На нужной высоте Кейн еще и перебросил нас. Такие раскаты прямо сейчас в исполнении игроков Челси. Лукаку делает дубль. Забивает ударом с углового. 72-я минута. Челси снова выходит вперед. А как вам такое, Кейн, что сейчас творит? Я даже на молчанке сейчас, потому что думал, момент не дойдет, не до чего опасно. Ну, просто посмотреть, ну как так можно в касание перебрасывать таким мощным ударом вратаря. И снова у нас ничья. Чуть больше 10 минут у нас остается до конца матча. Около 15 еще в добавленное время. Сюда же можем приплюсовать, но снова ничья. И все, финальный сесток. Основное время у нас заканчивается. Счет 2-2. Я не знаю, сразу ли будет у нас серия пенальти здесь или нет. Либо дополнительное время. Мне кажется, заполнительное. Челбелл. Жорджини, ну что творит? И Лукаку забивает хэт-трик. Что творит сейчас Ромел Лукаку на Стэнфорд-бридж? Три забитых мяча 5 минут после начала дополнительного времени. После начала овертайма. И он забивает. Ромел Лукаку уже третий раз выводит в этом матче Челси вперед. Ну, просто супер. Лео Вингера у нас. Латераля даже больше, наверное, себя показывает. И это пенальти, ну вы серьезно. Рикардо Перрера сфалил на 115-й минуте. Ну и к мячу подходит Дерун. Отлично! Менди выручает. Если отбил пенальти, значит его и не было. И все. Финальный свисток. Челси переигрывает Тоттенхэм. Незабитый пенальти Тоттенхэма. Тоттенхэма во втором дополнительном уже тайме. Все и решила. Все и решила. Хэтрик Ромел Лукаку. Ну, а Челси в четвертьфинале Кубка Англии. Итак, разберем наших возможных соперников. Ньюкасл по пенальти обыграл Сон Гэмптон. Также было... Ну, не так же, а просто ничья у них была. Вот. Манчетти Ринайты по пенальти обыграл Бристоль Сити. 3-3. Ливерпуль вынес Петербург. 4-1. Мы обыграли Тоттенхэм минимально. Уэстхэм минимально прошелся с Милуэлом. Эвертон 3-1 обыграл Норвич. Лестер Сити проиграл. Выходит дальше Халл Сити. И Барнсли обыграли Челси. Поэтому так. Ну, хотелось бы здесь, естественно, против Халл Сити либо против Барнсли сыграть. Поэтому, ну, будем ждать нашего соперника. Так, ну и расписание действительно нам перенесли здесь. Матч с Ньюкаслом. Вот сюда вот поставили на 19-е число в следующем месяце. Поэтому матч у нас пока все так же 6. Остается вот здесь только мы сыграем с Халл Сити. Ну, это вообще супер. В четвертьфинале против команды из Чемпионшипа. Молодцы, ребята. Так, играем сейчас против Бернсли. Они идут на 19-й строчке. Лучший у нас бомбардир Тима Вернер. Он еще и попросил, говорит, что хоть я и не там звезда команды, но я все равно должен играть чаще. Хотя он вот даже вышел в матч против Тоттенхэма. Там на последние 5 минут. Но вот сейчас пусть отыграет в старте. Бернсли против Челси. Поехали. Итак, Бернсли принимает Челси в рамках английской премьер-лиги. Сегодня лучший бомбардир английской премьер-лиги в этом сезоне на поле в стартом составе. Это Тима Вернер. У него 28 забитых мячей. Посмотрим, получится ли у него сегодня увеличить эту же свою планку. И, ну, хоть кто-нибудь уже Зиеш забивает. Отлично. 69-я минута. Хаким Зиеш открывает счет этой встречи. Просто вот как-то сумбурно прошла эта атака. Но главное, что забить получилось. Минимальная победа Челси на выезде по их джи. Я бы посмотрел, мне кажется, там намного больше наигрывал, как и Челси на забитых мячей. Мне кажется, Бернсли там на один уж точно мяч наиграл. Но 14 ударов. 14 ударов у Челси. На 7 мячей наиграл Челси. Бернсли наиграл на 2. То есть разгром должен был быть. Мне кажется, Поуп сегодня игрок матча. Так, ну да. У Челси никого нету. Вот Поуп, да. 8 и 9. 14 ударов. 7 в створ. 6 он сейвов сделал. Ну что же, сейчас у нас четверть финала Кубка Англии. Играем на выезде против Халл Сити. Ну и снова выйдем этим же стамом, которым мы играли против Бернсли. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, Кубок Англии. Второй уже матч. В сегодняшнем выпуске мы играем в этом турнире. Тоттенхэм мы на тоненького, так сказать, прошли. 3-2. Но вот и Халл Сити. Ребята тоже молодцы. Дошли до четверть финала. Конечно, их путь я не видел. Может быть, там из жеребовка им везло. Но в любом случае, везение это тоже часть футбола. Поэтому... А может быть и нет. Может быть, там действительно ребята заслужили играть на такой дальней стадии. Опасно и Лонгман. На 34-й минуте забивает Халл Сити. А может быть и действительно эти парни выносили грандов. Дойдя до четверть финала Кубка Англии. Напулишча. Тут и Камабинга. Опасные моменты. Марк Солонца. Изи еж. Изи еж. Забивает сразу же буквально. Сравнивает счет. 39-я минута. Зи еж в хорошей форме. В двух матчах у него два забитых мяча. Вот так вот. Переставили мы его из первого состава во второй. И вот здесь вот он забивает. Супер. Анте. И Тимо Вернер забивает. Просто докатали эту атаку. Шикарные перепасовки в штрафной площади возле нее. И наиграли. Все-таки нашли этот момент. Хорошую передачу отдали. И голок Анте. Поучаствовал в этой атаке. Так что не зря его вот и выпустили. Ну давайте. Теперь уже усилим атаку еще и Лукаку. И посмотрим получится ли пройти нам в полуфинал Кубка Англии. И все. Финальный свисток. Минимальная у нас выездная победа в четвертьфинале Кубка Англии. От Халл-Сити. Ну это кстати тоже. Снова. Если кому интересно. Заменив Камовингу на Канте. Мы снова забили. Но. Это уже. Дело мне кажется действительно случая. Итак. Вот они четвертьфинальные пары у нас. Ливерпуль минимально обыграл Эвертон. Вот такое вот ливерпульское дерби было. Ньюкасл по пенальти обыграли Манчестер Юнайтед. Мы прошли. Халл-Сити и Уэстхэм прошел Барнсли. Ну а в полуфинале мы встречаемся против Ньюкасла. Ливерпуль играет с Уэстхэмом. Вроде там двухматчевое будет противостояние. Если я не ошибаюсь. Давайте вот сейчас мы посмотрим. А может быть. А мне. Скорее всего да. В один матч. Вот. Но на нейтральном уже стадионе. На Уэмбли. Так что у нас вот эта вот неделя в апреле будет именно два матча против Ньюкасла. Ну что же. Сейчас у нас соответственно игра против Валериала. В первом матче мы сыграли с ними в ничью 3-3. Ну вот сейчас посмотрим. Кто все-таки одержит верх. Составы на ваших экранах. У них я так вижу. Неверш только. Виска. Либо Вишка. А Бенгидер. Пидраза вроде вообще левый защитник. Либо можете опутать. Но вот сейчас вот играет справа как ЛН. Вообще вроде опорный полузащитник. Либо центральный. Но играет слева. Ну вот как-то так. Поехали. Ну что же. Лига чемпионов. Сегодня все и решится. В реальной жизни Валериал дошел до полуфинала. Челс, если не ошибаюсь, до четвертьфинала. Но вот посмотрим, кто все-таки сейчас одержит верх. И выиграет вот это вот право выступать в четвертьфинале. Идет бельгиец. Пошла хорошая подача на Жоржиньо. И тот открывает счет. 34-ая минута. 1-0. Так, Чилвелл отлично справился. Жоржиньо. В обратку на Чилвелла. Но здесь вот можно отлично эту атаку разыграть. Хаверц. И маунт забивает второй. Все. Но мы не забываем то, что 3-0 Валериал вел в первом, если я не ошибаюсь, тайм. Или вообще в принципе. 3-0 громил Челси на выезде. И потом уже этот камбэк случился. У Челси 3 мяча они ликвидировали перед ответным матчем. А вот так вот маунт увеличивает преимущество. Челси сейчас за 4 минуты буквально 2 мяча пропустил Валериал. Так, Лукако. Просто сразу же бежит бельгиец. Выйдя на поле во втором тайме и 3-0. Похожая ситуация, друзья, была у нас в Испании. Также 3-0 Валериал переигрывал Челси. Но сейчас вы посмотрите просто на эту статистику. Шесть мячей подряд забивает в этом противостоянии именно Челси. Ну просто супер. Просто космическая какая-то сила лондонцев. Они собрались в прошлом матче. Но вот сейчас такой же характер нужно проявить и испанцам. Хемианес. Отлично. Здесь на Рикардо Перейра. Свободное пространство появилось у португальца. И можно вот такую еще шикарную передачу на Мэйсона Маунта отдать. Тот на Лукако и 4-0. Все. Лукако забивает дубль в сегодняшней встрече. И вот с 4-0, мне кажется, уже никто не отыграется. Именно в этом матче все-таки и минута-то уже, между прочим, 57-я. Мне кажется, Лукако может наказать испанца. Но он оказывает Джорджиньо, да? Да. Все-таки забивает Челси 5-й на 75-й. 8-3. В общей сумме и Джорджиньо. Не знаю, сейчас запишут гол на него или нет. Но вот Лукако. Отлично. На Маунта. Тот на Джорджиньо. И вот таким вот тут рикошетом. Я не знаю, Орье, не Орье. Асенха, не Асенха. В свои ворота, как бы сейчас. Ну, надо смотреть. Надо смотреть, потому что, может быть, и на Орье засчитают этот автогол. Нет, Джорджиньо. Да, на Джорджиньо записали. Так что дубль у Лукако и дубль у Джорджиньо сегодня. И все на этом. Финальный звездок. Челси разгромил Вильяреалу. Са счетом 5-0. В общей сумме 8-3. Ну, вот как-то так. Так, весь запал у Вильяреала прошел, наверное, после первых 45 минут еще и в первом матче. Ну, что ж, сейчас у нас выездная игра против Норвича. Они идут на 15-й строчке. У нас минимальное лидерство, плюс еще и матч в запасе. Поэтому мы можем сейчас увеличить наше преимущество до 4-х очков. Поэтому надо сейчас обыгрывать Норвич. Ну, и пока что будем играть вторым составом. Поехали. Итак, Норвич против Челси. Снова у нас выходит второй состав. Два матча мы уже за них провели. И пока что каждый раз это минимальная победа. Что Бёрнли 1-0 мы обыграли. Что Халл Сити 2-1. Ну, вот будем смотреть, получится ли сегодня разницу как минимум в два мяча сделать. Ой-ой-ой-ой, ну как так можно было срезать? Сейчас, конечно, Сар просто шикарно. Ну, вот просто замечательно. Так, Зиеш. Вернер отлично на Хаким Азиеша. Но забьет ли этот парень? А он забивает. Он забивает третью игру подряд. Просто шикарный. Шикарен этот парень. Особенно после того, как мы его перевели во второй состав. Вот здесь он себя, наверное, и почувствовал. Таким лидером. Все-таки забил и Бёрнли. Минимально мы их обыграли. И Халл Сити забил. Один из голов. Вернер. Аккуратную такую передачу на Камовингу отдает. Француз. Разворачивает передачу на Пулишча. И тут Тимо Вернер. Отлично, выходим вперед. Волевая пока что победа. Ну и супер. И все, финальный сесток. Снова у нас минимальная победа. Вторым составом. Но главное, что победили. Ну что же, давайте теперь узнаем всех четвертьфиналистов. И в следующем выпуске мы уже посмотрим, с кем мы будем играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Итак, Ливерпуль минимально прошелся с Вольфсбургом в этой встрече. 4-3 в двухматчевом противостоянии. Севилья разгромила Аякс 4-0. Манчестер Юнайтед уверенно переграл Мальмю 5-3. Реал вынес Боруссию 5-2. Пассажири минимально прошли Интер. Со счетом 3-2. Сити минимально прошли Барселону. Также 3-2. Бавария уверенно переиграла Атлетика 4-2. Ну и мы вынесли Вильерреал. Со счетом 8-3. Так что из этих всех команд, которые у нас здесь есть, ни с Баварией, ни с Сити, ни с Пассажири я бы не хотел играть. Вот может быть только вот Севилья единственная команда. С остальными бы не хотелось. Ну и так, сейчас у нас последний матч на сегодняшнем выпуск. Челси против Лестера. Первая строчка играет против третий. Поехали. Итак, Челси. Лестер Сити. Отличное завершение сегодняшнего выпуска. Две топовые команды из английского футбола. Первая строчка против третий. Приятного вам просмотра. Рикардо Перейра. Отлично. Еще и голевую отдает он на Ромелу Лукаку в матче со своей бывшей командой. Но Лукаку делает свое дело. Очередной гол бельгийца в этом сезоне. А тут и Кай Хаверт с левой ноги в ближний. Но Шмихель на страже порядка. И Лукаку забивает второй гол. И второй гол в сегодняшнем выпуске, кстати, с углового. Он забил. Пока что все супер у нас получается именно со стандартами еще. Просто навешиваем на Лукаку. Ну и практически через раз получается забивать. Поэтому 2-0. Прям над Каспером Шмихелем мяч. Пролетает. И все-таки забивает Лестер. Мэдисон уменьшает преимущество на 72-й минуте матча. Хорошая передача на Хаверца. Тот на... Я даже не увидел. Это Маунт. Очень хорош еще и Маунт. В последних матчах. И в Лиге Чемпионов он отличился. И сейчас вот снова увеличивает преимущество против Лестера. Поэтому давайте выпустим уже и Тима Вернера. Ну здесь просто все шикарно. Упустили. Это Дэвис был. Упустил он Маунта. Тот корпус поставил. И в противоход голкиперу пробил. Так, Канте. Находит передачей Тима Вернера. Вернер. Ну посмотрите, что творит немец. И Тима Вернер ставит точку. 4-1. На дополнительной уже 93-й минуте забил мяч немец. Выйдя на замену. Заменив Ромео Лукаку. Все. Финальный сысток. Разгромили Лессер дома. Со счетом 4-1. Ну что же, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова